Слава Украине! Приветствую от Полонского! Мы с вами практически каждый день рассматриваем, знаете, такие шаги по уничтожению российской компании «Газпром», то есть по ее просто доведению до банкротства. Хана ей, абсолютная хана. Вчера я рассказывал, как упали ее акции на 91%, немало тогда. Ну а сегодня ей нанесен очередной удар. Кстати, еще несколько таких ударов, это просто каждый раз гвоздь в крышку гроба «Газпрома». Да, его не останется очень скоро. Будет «Газ» полетит в одну сторону, «Пром» в другую, «Путин» шлепнется посередине. Так вот, значит, очередное фиаско «Газпрома» позорнейшее. «Газпромаэкспорт» проиграл арбитраж, то есть это последняя инстанция, дальше все, дальше только деньги платить. Проиграл немецкой компанией «Юнипер», если я правильно ставлю ударение. Да, значит, речь шла о компенсации убытков, которые потребовала немецкая компания от «Газпрома», от этого путинского вшивого монополиста, за непоставленный объем газа с 22 по 24 годы. И потребовала она, ни много ни мало, 13 миллиардов евро. И второй вопрос, она потребовала разрыва долгосрочного контракта, который там у них зашкаливал за 30-е годы, с ненадежным российским поставщиком, то есть «Газпромом». Что вы думаете? Этот арбитраж полностью удовлетворил запрос немецкой компании, и теперь «Газпром» должен 13 миллиардов денег за недопоставленные объемы газа, и долгосрочный контракт между «Газпромом» и «Юнипер» разорван. Все, его больше не существует. Не будет никаких поставок газа в Германию. Вот так вот. Что теперь произойдет? Ну, конечно, для нас это с какой-то стороны немножко муторно, потому что теперь немцы будут ловить «Газпромовское имущество» по всему миру, так же, как это делаем мы, и пытаться его конфисковать в себе в счет погашения убытков. «Газпром», кстати, очень сильно визжал высоким фальцетом о том, что мы не виноваты. Это же вы наложили санкции. Как вы могли доставить? Если бы не было санкций, мы бы тогда доставили. На что им резонно в суде ответили. Если бы вы не начали фашистское вторжение в Украину, не было бы войны. Не было бы войны, не было бы никаких санкций. Вы бы доставили прекрасно свой газ в Европу, и не было бы никаких проблем. Поэтому за компенсацией ущерба, вот в 13 миллиардов евро, можете обратиться к тому, кто начал эту войну. К Путину. Это первый момент. А в принципе к себе. Потому что кто является избирателем Путина? Кто это чудовище кровавое вообще привел к власти? Ну вот эти же вот товарищи, которые в «Газпроме». Вы за него голосовали? Голосовали. Вы против него протестовали? Не, не протестовали. Вы против войны не протестовали? Не, не протестовали. Тогда платите по полной программе и вообще пошли вон. Вот, собственно говоря, так рассудил суд. И так он, собственно, и нагнул этого «Газпрома». Еще интересный момент, что в Европе сейчас даже не рассматривают вариант «Газпрома» на будущее. Вообще не рассматривают. Говорят, что если что, то трубу, которая идет через Украину, будут заполнять вообще азербайджанским газом. А российский газ, пускай попробуют продать силу Сибири. Построить его, правда, сначала надо. В Китай. По себестоимости. И то это не точно. Я думаю, пока они построят эту силу Сибири 2, китайцы скажут, мы ее будем платить, мы ее купим. Это наш газ. Но только если вы нам еще доплатите.